Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет презентацию «Настоящий герой» Сергей Павлович Выборнов. Презентация посвящается Дню Героев Отечества. Судьба Сергея похожа на судьбы многих его современников, только в ней нашлось место подвигу. Вся его жизнь была связана с уймой. Родился он 10 января 1949 года. В 1956 поступил в первый класс. Я знаю его с ученических лет. Школа, в которую он ходил, тогда была старая, маленькая, в те годы еще семилетка, вспоминает учитель Татьяна Петрова. Сергей отличником не был, но всегда учился неплохо. Его первая учительница Вера Николаевна Уханова. Задача педагогов не только дать ребенку знания, но и воспитать человека. Это было главной задачей и учителей, и пионерской, и комсомольской организации. Все вместе старались сделать все, чтобы в жизнь выходили достойные люди. Как рассказала Татьяна Сергеевна, насыщенная событиями школьная жизнь тех лет не давала скучать ни учащимся, ни учителям. Ребята работали на опытном участке, выращивали овощи и даже кукурузу. Ухаживали за кроликами на ферме, помогали колхозу убирать картофель. Дети организовывали торжества, посвященные календарным праздникам. Выпускали стенгазеты, ходили в турпоходы, собирали и сдавали в аптеку лекарственные травы. Во всем этом участвовал и Сережа Выборнов. В школе работали и кружки. Сергей и его друг Вова Корнеев посещали один из них – умелые руки. Однажды они смастерили подъемный кран. Модель оказалась очень интересной, она функционировала. Продолжает рассказывать Татьяна Петрова. Об этом писали в школьной стенгазете. Материал проиллюстрировали фотографией. Ребята демонстрировали свое изобретение на районной выставке. После окончания школы Сергей поступил в Архангельское ГПТУ, номер 29. Получив диплом слесаря сантехника, трудился на Уемском керамическом комбинате. Затем была служба в рядах Советской Армии, после которой он вернулся на прежнее место работы. Парень сразу проявил себя не только как хороший специалист, но как неравнодушный человек. Еще третьеклассником Сергей активно участвовал в жизни школы, а затем и всего поселка. Сначала была Пионерская Организация, затем Комсомол. Его, как одного из лучших секретарей Комсомольской Организации нашего района, избрали членом РК ВЛКСМ. Он всегда хотел быть в центре событий, поэтому и сам оказывался в центре внимания. Мне посчастливилось работать с этим парнем. Он на комбинате был слесарем, секретарем Комсомольской Организации. Добрый, отзывчивый, душа коллектива. К нему всегда тянулась молодежь, вспоминает экс-секретарь Комсомольской Организации Уемского керамического комбината Зоя Лапина. Приморский райком Комсомола рекомендовал его на работу в милицию. 18 августа 1972 года около трех часов дня младший сержант милиции Сергей Выборнов был на посту в Приморском РВД, который тогда находился в здании недалеко от кинотеатра «Мир». Неожиданно милиционеры услышали крики о помощи, доносившиеся с улицы, и уже через считанные минуты оказались на месте происшествия. От скопившихся в канализационном колодце газов погибал сантехник. «Мы все метались, приспосабливая на ходу средства, которыми можно было вытащить человека наружу», — вспоминали впоследствии коллеги Выборного. Но Сережа почему-то побежал назад, а затем выскочил с противогазом. Сергей снял рубашку и спустился туда вниз в колодец. Там он одел свой противогаз на рабочего, зашатался и почти сразу упал на левый бок. Но его слабеющая рука сумела подцепить крюком одежду рабочего. Его вытянули на поверхность, а младший сержант Выборнов остался неподвижно лежать на левом боку. Его извлекли лишь минут через десять, когда подоспели специалисты с кислородными приборами. Медики делали все возможное, но реанимационные мероприятия оказались неэффективны. Сергей ценой своей жизни спас человека. «Когда позвонили из милиции и сказали, что Сережа погиб, мы окаменели», — говорит Тамара Коклемина. «Раздался звонок из райкома комсомола. Нам сказали, что наш комсомолец совершил подвиг. Если бы не этот звонок, мы бы в растерянности находились еще долго. Когда Сергея провожали в последний путь, его пронесли через весь город». Память о герое увековечили еще в далекие 70-е. Его имя присвоили пионерской организации Уемской школы и районному отделу милиции, сотрудники которого постоянно следят за состоянием места захоронения Сергея Выборного. В 2015-м заменили памятник на его могиле. Сергей Выборнов был единственным сыном у матери. Воспитала и вырастила его мама Выборного Лидия Сергеевна, бывшая рабочая Уемского керамического комбината. Сергей был счастливый муж и совсем молодой отец грудного еще ребенка. Он был веселым, общительным и отчаянным. Очень наблюдательным и находчивым. «Не могу я сына ни в чем упрекнуть. Честно жил, за чужую спину не прятался. Мать за себя краснеть не заставлял. Под старость лет одна осталась. Но со мной память о сыне и гордость за него», – говорила Лидия Сергеевна. Честь Сергея Павловича назвали «Один из проездов в Архангельске». Сергей Выборнов занесен в книгу почета ЦК ВЛКСМ посмертно. Он навечно зачислен в список личного состава ОВД Приморского района. Сергей Павлович Выборнов награжден медалью «За отвагу». Теперь здесь появилась и памятная доска. Установили мемориальную доску на фасаде дома номер 3 на проезде Выборного. Настоящие герои незаметны в мирное время. В минуту опасности они честно выполняют свой гражданский долг, не подчиняясь страху смерти. Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...